МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мнению Акималматинской области, ключевую роль в успешной реализации экологических инициатив президента Казахстана в рамках общереспубликанской акции «Таза Казахстан» играет именно консолидация внушительных сил и координация работы на местах. Запланированный объем посадки деревьев говорит о фактической работе по улучшению состояния окружающей среды и созданию зеленых массивов в регионе. Также это способствует естественному восстановлению природы, формирует бережные отношения к экосистеме и санитарному состоянию природных зон, закладывает основы ответственного сознания у населения к родной земле и экологической ситуации в целом. От чистого города к зеленой планете. Неделя же Салаймах продолжается высадкой саженцев в селе Жалагаш Алматинской области. Основной целью данной компании является повышение уровня экологической культуры, ускоренное восстановление ленточного бора путем посадки саженцев. Кроме того, местные жители, молодежь, представители старшего поколения помогли привести в порядок улицы, убрали и вывезли мусор. В рамках тематической недели Жаслаймах экологической акции «Таза Казахстан» на территории Жалагарского лесного хозяйства Кегенского района прошла широкомасштабная акция по посадке деревьев. В мероприятии приняли участие более 200 человек, в их числе заместители Акима области, депутаты областного и районного маслехатов, члены Совета ветеранов, активная молодежь и студенческие коллективы. В ходе акции в лесном массиве села Жалагаш было высажено более 10 тысяч саженцев на территорию в 50 гектаров. Мы приняли участие в высадке еловых плантаций в селе Жалагаш Кегенского района. Здесь участвует большое количество граждан, это местные жители и школьники. Наша основная цель – показать ученикам, как правильно сажать ели. Не остались в стороне и школьники, для которых акция стала отличной возможностью внести свой вклад в благоустройство родного края. Для них эко-акция особенно важна, так как это помогает сплочению и укреплению любви к родине. Я очень рад, что экологическая акция «Таза Казахстан» проходит и у нас в селе. Мы сажали деревья, тем самым принесли пользу нашему краю. Мы должны передать нашу землю будущему поколению такой же богатой, насыщенной, красивой, какой её нам оставили наши предки. Поэтому даже если мы посадим хоть одну ель, мы помогаем нашей природе. Отметим, что мероприятие по озеленению активно проводится во всех районах и городах области. Всего с начала тематической недели было посажено более 100 тысяч зелёных насаждений. В основном это лиственные, хвойные и фруктовые деревья. В целом во всех районах и городах Алматинской области, кроме посадки саженцев, проводится очистка территорий парков, скверов, организаций, а также побелка деревьев. Эти работы будут продолжаться всю неделю. В Алматинской области начался пожароопасный период в целях недопущения и снижения риска возникновения природных пожаров и загораний департаментом ПЧС Алматинской области заинтересованными государственными и местными исполнительными органами проводится комплекс превентивных мер. Природные пожары представляют собой серьёзную опасность для населения и экономики нашей страны. Так, с начала пожароопасного периода, по словам специалистов, зарегистрировано два пожара на территории лесохозяйственных учреждений и нанёс материальный ущерб почти в 200 тысяч тенге. Отметим, что для проведения рейдовых мероприятий из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесохозяйственных учреждений и Акимата создано шесть мобильных групп, состоящих из 55 человек. По результатам рейдов к административной ответственности привлечены два нарушителя на сумму 73 тысяч тенге. Пожароопасный период длится с 20 марта по 1 ноября. В этой связи для недопущения природных возгораний необходимо соблюдать ряд элементарных правил пожарной безопасности. Уважаемые жители и гости области, ДЧС Алматинской области призывает вас соблюдать правила пожарной безопасности, ведь только сообща мы можем предотвратить трагические последствия возгораний. С 23 апреля текущего года в Казахстане вступили в действие новые правила регистрации авто, приемы экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Теперь в спецсонах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательные нотариальные удостоверения договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки. Все эти меры направлены на обеспечение прозрачности при оказании услуг. В случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортные средства онлайн через приложение банка второго уровня. Помимо этого, кандидаты-водители отныне смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку соискателей, претендующих на получение прав категории А и Б, а также А1 и Б1, удалены из правил приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Подозрения в организации и участии в деятельности, запрещенной на территории Республики Казахстан, религиозно-экстремистской организации. 17 апреля текущего года в городе Алматы, а также Алматинской и Жамбылской областях, силами спецподразделений Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел при координации органов прокуратуры произведено задержание четырех граждан Казахстана. Как сообщает пресс-служба КНБ, в ходе обыска в местах их проживания обнаружено изъято большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства. Задержанные занимались вербовкой местных жителей в ряды экстремистской организации. Следует отметить, что двое вербовщиков ранее уже были судимы за совершение аналогичных преступлений. Сейчас проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса. Судом решается вопрос об избрании меры пресечения. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Помощь пострадавшим от паводков не прекращается. В этот раз гуманитарную помощь отправляют многодетные семьи города Кунаев. По словам председателя городского общества многодетных матерей, они собственноручно сшили более 70 пар одеял и подушек, которые отправят пострадавшим в город Кульсары от Ираусской области. В далеком 2007 году Акимат выделил помещение для общества многодетных матерей. Тогда и началась история швейного цеха. Сегодня здесь трудятся многодетные матери, матери-одиночки, женщины с инвалидностью, а также представительницы государственной программы «Серебряный возраст». По словам председателя общества многодетных матерей Жанат Калжановой, они не смогли пройти мимо общей беды и решили оказать помощь жителям пострадавших регионов. Вот так на время швейный цех стал местом подготовки гуманитарной помощи. Мы видим, как сложно приходится людям в пострадавших регионах. Они лишили своих домов. Не дай бог никому оказаться в такой ситуации. Как только положение в тех местах стало ухудшаться, все многодетные матери нашего сообщества единогласно решили им помочь. Мы сшили 75 одеял и 75 подушек. Половину из них я спонсирую лично. Половину – члены общества многодетных матерей. Мы надеемся, что в скором времени вода уйдет, и молимся, чтобы эта ситуация никогда не повторилась. В этом цехе сегодня официально трудятся порядка 10-15 человек, где занимаются пошивом домашнего текстиля, начиная от постельного белья и заканчивая национальными свадебными наборами для невест. Продукция реализуется по всему миру. А директор швейного цеха, она же и председатель общества многодетных семей, обеспечивает работой всех женщин, которые обращаются к ней за помощью в трудоустройстве. Я работаю здесь уже 17 лет. Я давно на пенсии, но, несмотря на это, продолжаю работать. Учу молодых работниц. Наш директор всегда всех поддерживает. Она когда-то помогла мне обзавестись крышей над головой. Женщин, которые нуждаются в работе, но не могут из-за детей приходить сюда в цех, мы обеспечиваем работой дома. Они шьют у себя, а затем отправляют готовые изделия нам. Мы стараемся помочь каждой матери, которая к нам обратится за помощью. Помогает собратья отправить гуманитарную помощь и заместитель председателя общества многодетных матерей Айтол Канай Салимова. Она воспитывает четверых детей. По её словам, она любит свою работу за то, что есть возможность помогать другим женщинам, которые в этом нуждаются. По городу Кунаев насчитывается порядка 1800 многодетных матерей. В нашем чате находится около 500 из них. После того, как мы услышали, в каких условиях находятся жители в пострадавших регионах, женщины начали писать в чат, что нужно тоже помочь этим людям. Решение приняли единогласно. В целом, мы всегда стараемся поддержать всех, кто нуждается в помощи. На праздниках не забываем о наших ветеранах. Часто являемся спонсорами благотворительных акций и мероприятий. Вся гуманитарная помощь будет отправлена в специальный пункт приёма, после чего её доставят жителям города Кульсара от Раусской области. Первое счастье моё – это мой народ. Если он есть, значит живу и я. Не превзойдённый и до конца не изученный Мукагали Макатаев. Как многого он оставил после себя потомкам, как многого не успел. О его внутреннем мире и творчестве говорили и читали доклады, ставили театральные постановки и декламировали. Стихи участники масштабной международной научной конференции, которая была впервые проведена в Алматинской области. Литераторы и учёные, педагоги из стран ближнего и дальнего зарубежья открывали для себя и для всего мира глубину и самобытность поэта и его наследия. Мои коллеги тоже прониклись строками великого поэта и сына казахских степей. Для региона проведение международной конференции такого уровня, как дебютный посыл с точки зрения организации и содержания Алматинской области справилась на все 100%. По инициативе педагогического состава школы имени Карасай Батыра был изменён временной предел конференции, и она не ограничилась 10 днями. Студенты и учёные, литераторы из нескольких стран делились мнениями, по-новому открывали для себя глубокий мир незабвенного Мукагали Махатаева, его работ и его наследия. Студенты, учёные и исследователи, в том числе из Узбекистана и Турции, высказывают своё мнение, своё видение. Это, безусловно, способствует популяризации творчества казахских поэтов, писателей, литераторов. Показывает большой объём работы, проделанной педагогами. В ходе конференции было представлено более 10 тематических докладов. С некоторыми участниками была организована онлайн-связь. Спикеры спешили донести свою точку зрения о многогранности работ Мукагали Махатаева и его до сих пор не до конца изученного наследия. А какой задел и опыт для педагогов казахского языка и литературы, коих со всех районов области прибыло более полусотни. Я думаю, немало людей получили незабываемые впечатления от этой конференции. Слушая отзывы, доклады, мнения учёных, любой заинтересуется творчеством Мукагали Махатаева. Это не просто литература, это духовные ценности, то, что есть в каждом. Уверена, что такие масштабные мероприятия мы увидим по всей стране. После участники ознакомились с экспонатами тематической выставки, а школьники представили экспозицию «Ултэн кунделага, ултэн тельнбе», что можно перевести как «Ценность нации в родном языке». Были продемонстрированы трагические события и лишения, с которыми сталкивался наш народ со времён Голодомора до обретения независимости. В постановке приняли участие около 50 школьников. Это история традиций казахского народа. Это то, что должно передаваться через поколения, чтобы молодёжь знала правду, знала, через что прошли предки ради своих потомков. Согласно плану, международная конференция состояла из трёх тематических частей. Десятки мнений и докладов, необычные трактовки и взгляд молодёжи. Одно известно точно – работы для исследователей ещё не початый край. Венчал всё действо – поэтический вечер. Руслан Агаев, Абзал Иман Али, телерадиокомпания «Жетысу», Алматинская область. Показом оперы «Нургун Боу Тур» в театре опера и балета имени Абая в Алматы завершились Дни Якутии в Казахстане. Артистов в прямом смысле осыпали бурными овациями. До этого с 18 по 23 апреля делегация посетила несколько городов нашей страны. Встретилась со множеством людей, побывала в музеях и культурных центрах. Отметим, Дни Якутии в Казахстане проведены по итогам договора президента Казахстана с главой Республики Саха в январе 2023 года. О дружбе и взаимопонимании между народами в материале моих коллег. Дом, в который не приходит гость, подобен могиле, а гостю можно говорить «приходи, а уходи» говорить нельзя. О гостеприимстве казахов знает весь мир, поэтому делегация из Якутии сразу погрузилась в атмосферу тепла и заботы, когда услышала звуки традиционного казахского пения и увидела пластичность и уникальность танца «Каражурга». К нам в музей имени Умбитали Карибаева приехали особенные гости из Якутии. Они привезли свои традиции и культуру, продемонстрировали концертную программу. В рамках культурного обмена мы ознакомили их с нашим наследием, самобытностью и искусством. Хочется отметить большую схожесть и единые корни во многих планах между нашими народами. Гости поспешили продемонстрировать знаменитый эпос Алонха. Это эпическое народное искусство якутов и долган, занимающее центральное место в системе якутского фольклора. Стоит отметить, что в 2005 году ЯНСК объявила Алонха нематериальным наследием человечества, а в 2008 официально включила его в репрезентативный список. На этот раз демонстрировали ритуал огненного изгнания. Наша культура, наш язык схожи, потому что мы все являемся одним тюркским народом. Поэтому сегодня в эти дни у нас прошли мероприятия по традиционной культуре, по традиционному исполнению Алонха, нашего эпоса, традиционного народной песни, народных инструментов. Мы показали концерт, эпосы мира на земле Казахстан. Очень много схожести с казахским языком, немало слов тюркского происхождения. У нас есть изменения после влияния персидского и арабского языков. А у них до сих пор остались исконные основы. К примеру, в бытовом плане касательно кобылевого молока, желчи и другого, очень близки к казахам. Отметим, что в составе якутской делегации из 22 человек есть представители сферы искусства и культуры, а также различных отраслей. Они уже побывали в столице и городе Алматы. За 10 дней насыщенной ознакомительной программы гости смогли ознакомиться с достопримечательностями страны, встретиться с интересными людьми и вкусить истинное казахское гостеприимство. Комедийную оперу «Колокольчик» представили жителям столицы. Отпуск за свой счет смогут брать жертвы бытового насилия в Казахстане. В Карганде восстанавливают выгоревший лес. Обо всем этом далее в сегодняшнем выпуске республиканских новостей в материале Лауры Искаковой. На сцене камерного зала театра «Астана-опера» представили ожидаемую оперу Гаэтана Даницетти «Колокольчик». Это спектакль в комедийном жанре. Композитор не только автор музыки, но и либретто. «Колокольчик» – очевидец всех событий, развернувшихся на сцене камерного зала «Астана-опера». Эту оперу Буффа Гаэтана Даницетти представили слушатели Международной академии театра. Симфоническим оркестром руководил Руслан Баймурзин. Жертвы бытового насилия смогут брать отпуск за свой счет. Согласно поправкам, внесенным в Трудовой кодекс, срок отпуска без сохранения заработной платы не должен превышать 30 дней. Статья 97 Трудового кодекса будет дополнена новым пунктом. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного уведомления работника с указанием его продолжительности и представлением копии договора о предоставлении специальных социальных услуг. Поправки вступят в действие с 16 июня текущего года. В Караганде высадили 90 тысяч двухгодичных сеянцев сосны. Два года назад здесь произошел крупный пожар, сгорело много деревьев. Такое массовое восстановление леса проходит в рамках акции «Таза Казахстан» и посвящено также 90-летию областного центра. Новые деревья на 20 гектарах высадили вручную 100 сотрудников лесного хозяйства, управления природных ресурсов. В акции приняли участие и госслужащие. За поливом и приживаемостью будут следить работники лесхоза, а на инспекторов возложена обязанность проведения рейдов. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. Кабинет казахской культуры открыли в университете Тбилиси. Сенат США принял закон, запрещающий деятельность ТикТок на территории Штатов. Марсианское небо запечатлели в греческих Афинах. Подробнее в сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. Кабинет казахской культуры открыли в университете имени Григола Рабакице в Тбилиси. Местные студенты смогут лучше узнать национальные традиции и историю, культуру и искусство республики. Ректор ознакомила работников посольства Казахстана с материально-технической базой вуза и выразила надежду на взаимовыгодное сотрудничество между высшими учебными заведениями и преподавателями двух стран. Университет совместно с посольством уже в ближайшее время проведет ряд мероприятий по популяризации и знакомству с казахской культурой грузинской молодежи. Сенат США принял закон, запрещающий деятельность ТикТок на территории Штатов. За принятие законопроекта было принято 79 голосов. Против выступило 18 человек. Теперь документ отправится на подписание Джо Байдену. При этом президент США уже выступил с заявлением. Через несколько минут после голосования в Сенате он объявил, что планирует подписать данный законопроект в эту среду. Мера, получившая широкую поддержку обеих партий, представляет собой самую серьезную угрозу для работы ТикТок в Соединенных Штатах. Количество его активных пользователей достигает 170 миллионов человек. В сети пользователи опубликовали кадры неба Афин, которое окрасилось в ярко-оранжевый цвет. Как пишут местные СМИ, небо окрасилось из-за огромного облака пыли, принесенного ветром из Сахары. Власти призвали жителей Афин не покидать дома, так как мелкие частицы в воздухе способны негативно повлиять на здоровье. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов.